Всем любителям настольных игр привет! Я Грей Вулф и вы на канале I Play Solo. Сегодня я продолжаю играть в дополнение к игре Time Stories The Marcy Case. Дело Марси. Напомню вам, что мы играем за самого лучшего в мире телохранителя Джона Полсона, который себя проявил феноменально в первом видеоигры. Мы играем за агента ФБР Брайана Уолтерса. И я их поставил вместе, потому что по сюжету игры они друзья, что абсолютно неправильно. Я перепутал. Брайан Уолтерс друг Уилла Хенри, поэтому, наверное, я переложу этих героев как-нибудь здесь, чтобы у нас было более тематично. Дальше мы играем за Фиону Майклс, или Майкл, репортера, и за Уилла Хенри, бывшего морпеха. Также у нас появился Дэвид Харральд. Он был заключенный, которого мы спасли от зомби в прошлой серии. И его теперь мы припишем какому-нибудь одному из героев. И, собственно, он будет нам помогать. Тоже напомню, что в прошлой серии, руководствуясь своей железной, непоколебимой логикой, мы отправились на реку, поскольку я уверен, что именно на реке мы сможем отыскать Марси. Ну, естественно, мы ее вряд ли здесь отыщем, но мы отыщем улики и доказательства и следы, которые неминуемо приведут нас к ней очень и очень скоро. Посмотрим. Ну что ж, прочтем карту А. Так, здесь говорится о том, что мы вышли на берег маленькой реки и нашли там лодку, привязанную к дереву. Мы можем забраться в эту лодку и отвязать ее. Если у нас есть топор, то мы отвязываем ее автоматически. Если нет, то мы должны поместить одну фишку с амуницией на кодекс 1, то поле, где мы шум поднимаем. После чего, если мы сели в лодку, мы уже не можем ее покинуть до того момента, как не дойдем до карты F. Это самая крайняя карта. После этого мы перемешиваем 6 карт. Вот эти карты, оказывается, нам надо было перемешать. И, ну, я их не смотрел, это еще нормально. То есть мы их сейчас перемешаем. И 4 из них положить, начиная с места B и заканчивая местом E. И потом карту F мы оставляем там, где она есть. Если у нас есть канистра с газом, мы берем одну нейтральную фишку желтую. Если у нас с собой в команде есть рыбак, то мы берем 2 желтые фишки. И после этого все агенты перемещаются на поле B, переворачивают карту, выполняют действия на этой карте. И только после этого перемещаются к следующей карте, пока они не достигнут поля F. По-моему, мы здесь рановато. Ну что ж, принимаем решение садиться в лодку. Нет, я заднюю не включу. Так вот карты перемешались. Я здесь их положил, не глядя, в случайном порядке. И мы размещаем всех агентов. Кроме, естественно, Фионы. Она еще пока у нас не пришла в себя. Вернее, агент, который был в теле Фионы, не пришел в себя. Он еще пытается оклематься и вернуться заново в ее тело. И мы открываем первую карту. И смотрим, что нас здесь ждет на реке. Ух ты! Там какие-то змейки неприятного вида. Зомби подобные. Какое-то время все было тихо и мирно. И мы даже наслаждались этим мигом спокойствия. Но тут какая-то гигантская водяная змея, которая пережила несколько явно видов различной мутации, напала на нас. И это причем одна змея, но трехголовая. И у нее куча щитов. В общем, здесь получается 13 щитов. И мы можем сбросить одну нейтральную фишку, если мы с ней не деремся. У нас нет нейтральной фишки. Я даже не понимаю, что значит мы можем с ней не драться. Может быть у рыбака есть какое-то такое умение. А на данный момент нам придется ее каким-то образом добить. Эту трехголовую или многоголовую змею. На самом деле здесь раз, два, три, четыре головы я вижу. Ужас. Кстати, я посмотрел, и у нас вот этот вот бекончик, вот этот символ, согласно правилам, означает, что мы можем уничтожить одного врага сразу же. В принципе, мы можем сейчас эту змею уничтожить. Но его можно использовать только один раз. Поэтому я точно сейчас не буду его использовать. Ну, если вы меня спросите, жалею ли я, что пришел на реку, скажу вам честно, Нет, не жалею. У нас же есть Брайан, вернее, Джон Полсон, который голыми руками, как мы знаем, замочит эту змеюку подколодную. С Полсона и начнем. Три кубика. И он будет кулаком бить по голове, по одной из голов эту змею. Или будет просто ее пытаться придушить. Я не знаю, что он там будет пытаться сделать. Смотрите-ка, ничего себе! Три! Есть! Это очень хорошо, потому что он снимает сразу три щита с сердцем. А это отлично, поскольку если бы он не снял, то он бы сразу получил автоматические ранения за эти щиты с сердечком. Плюс еще за черепа, конечно же. Но поскольку у нас здесь все равно много очень щитов, вернее, черепов, а сопротивляемость у Джона только три, он получает еще одно ранение. И у него пять жизней, и уже три ранения. Конечно, у нас есть одна... А, у нас есть у Фионы две аптечки, но с нами Фионы нету. Кстати, учитывая, что ее нету, ее амуницию можно было... Да, ее амуницию нужно было раздать другим. И вы знаете, что мы Полсону дадим одну аптечку, одну аптечку дадим Брайну Волтерсу, и одну амуницию дадим тоже дадим, 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 наверное, Харальду. Пускай у Харальда она будет. Так. И, естественно, я забыл, мы же сейчас уже начинаем стрелять, поэтому мы должны были передвинуть... А, мы должны были передвинуть фишку времени сюда, и с нами снова Фиона. Значит, она тоже должна была здесь появиться. Хорошо. Вчетвером будет полегче. И не совсем так я сказал. Мы могли использовать ее инвентарь до ее возвращения. Я этого не сделал, поэтому мы возвращаем ее аптечки и ее амуницию. Потом мы у нее заберем. Если что, все равно мы на одном поле и можем передавать, когда захотим. И Дэвида Харальда, поскольку мы тоже сейчас все на одном поле, я приписываю к Фионе. Он у нас будет ходить с Фионой. Так. Вот после этого только мы должны были ходить с Джоном Полсоном, что мы сделали. Фиона у нас вернулась, естественно, с полным здоровьем. И сейчас надо подумать, либо будет ход Фионы, но я думаю, что нет, потому что стрелять я не хочу, а ближний бой у нее действительно слабый. Поэтому, наверное, мы сейчас Виллом попробуем долбануть эту змею. У Уилла бейсбольная бита, которая ему добавляет один кубик ближнего боя, то есть у него будет два кубика. И если у нас будет хотя бы один успех, то мы добавим еще один успех к результату. Так. Два кубика. В принципе, если бы эту дубину дать Джону Полсона, он тут вообще четыре кубика бросал. Ладно. Есть только, к сожалению, один успех. Значит, мы получаем второй автоматически и снимаем два щита. Только лишь. Черепов здесь больше, чем у нас сопротивляемость, к сожалению, поэтому Уилл получает свое первое ранение. И теперь у нас Брайан. Он тоже будет бросать два кубика. Стрелять он тоже не будет. Я. У Брайана два успеха. Он снимает еще два щита, но также, к сожалению, получает ранение. Да, кстати, если вы меня сейчас спросите, а почему ты получаешь ранение, когда у тебя не выпал череп? Если у нас в правилах осилума было, что только когда у нас выпадал на кубики череп, вот как сейчас, и череп был у противников, только тогда они отвечали нам. Здесь же, по правилам Марси Кейса, сказано, что все противники, даже если у нас не выпадает череп, все равно отвечают нам. Поэтому этого нам не избежать. Ну что ж, теперь осталась у нас Фиона с Дэвидом. Фиона будет бросать один только кубик. И она получает ранение. И у нас Дэвид будет бросать два кубика. Дэвид у нас все-таки заключенный, крепкий, малый. Давай, Дэвид. На. Хотел сказать, докажи, что мы не зря тебя спасли, но что-то как-то не очень. И тоже получает ранение. То есть все получили по ранению, но в принципе у змеюка остались только пять щитов с черепом. Итак, мы передвигаем фишку времени и повторяем процедуру. Давай, Полсон, тебе надо реабилитироваться после первого раунда. Три кубика. Так, два успеха, значит, он снимает два щита. Но здесь три щита и один четвертый. Вот выкинул лишний, мог бы не получать ранение. И он получает четвертое ранение. У него остается одно до того момента, как он умрет. А запустим-ка мы в змею фейерверк. Только я не знаю, как это сделать. Поэтому пускать мы ничего не будем. Мы Уиллом будем бить змею бейсбольной битой. Два кубика у нас. Давай, Уилл. Да, это он дал, конечно. И теперь у нас Брайан, тоже два кубика. Отлично. Брайан у нас. Вот ФБ Равиц у нас, нас радует по полной программе и он убивает змею. А это означает, что у нас Фиона и Дэвид Харролд бить не будут и мы могли бы сбросить по вот этой, теперь я понял, по одной нейтральной фишке, если бы они у нас были на кодексе, вот эти фишки шума. Но у нас там только фишки с амуницией. Я так понимаю, нам можно только желтые было бы сбросить. Поэтому мы ничего не сбрасываем и ничего не выигрываем от того, что ребята не били змею в этот ход. Но ничего. Змею мы убили и мы двигаемся на следующую карту. Сначала мы тратим единицу времени, потом все переходим на следующую карту и смотрим, кто нас поджидает там. Ууу, здесь у нас какие-то пороги. Замечательно. У нас здесь стремнина, речной порог. И нам как-то надо попытаться выбраться с минимальными повреждениями. Мы можем сбросить одну нейтральную фишку. Если мы ее не сбрасываем, то мы потеряем половину медаптечек и половину амуниции. Округляем в нашу сторону. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Так. Ну что ж, у нас у Джона Полсона нет ничего. Медаптечек у нас три. Округляем в нашу сторону. То есть сбрасываем одну. Здесь у нас сколько получается? 6, еще 6, 12 Получается 16 То есть 8 мы должны сбросить Так, ну мы сбрасываем тогда 4 отсюда Или даже 5, 6, 7 Ну и наверное 8 отсюда Вот так вот мы много потеряли амуниции Но я по-прежнему не отчаиваюсь Должна быть награда за глупость Мы не зря должны были прийти на эту реку Я по-прежнему уверен, что на карте следующей Или может быть если мы доживем до карты F Там будет какая-то просто грандиозная награда для нас Ну что ж, тогда здесь действий больше никаких И мы переходим на следующее поле Потратив очередной очко времени Да, пригодился бы нам этот рыбак с двумя фишками нейтральными Или канистра с газом Так, здесь у нас по-моему тихо и мирно Да, ничего необычного Небольшое такое путешествие, импровизированное по реке Учитывая обстоятельства, даже неплохо Повезет ли нам так дальше Эта карта уходит Ой, 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 ой И прежде чем я даже буду это все дело читать Мы все-таки потратим медаптечку Пока она у нас еще есть Я просто, честно говоря, забыл в прошлый раз еще сделать И вылечим хотя бы две раны у Джона Полсона Чтобы он нас кони не двинул в процессе Если мы ничего сейчас не сделаем, то мы пострадаем Нам нужно сбросить одну нейтральную фишку Либо все, кто в лодке, потеряют единицу жизни Ну что ж, все, кто в лодке, не считая собаки А-а-а-а-а-а Третья у Уилла Вот это косяк Так Ха-а-а Черт по дьерии Вторая у Фионы Вторая у Дэвида, которого, кстати, уже будет не восстановить И третья у Полсона И это значит, что наш Уилл Хенри К сожалению, погибает Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Единственное, что мы можем пользоваться его снаряжением, пока его нету То есть мы можем его бейсбольную биту кому-нибудь додать Например, может быть мы его бейсбольную биту сейчас отдадим Фионе И еще единица времени, мы передвигаемся на последнюю карту Ф Готовы ли вы, друзья, узреть правоту Грей Вулфа? Готовы ли вы, можно сказать, зауважать меня за такое решение? Потому что здесь, на этой карте, будет что-то Будет что-то, что нам очень нужно В общем, мы здесь обнаружили военную базу Какой-то заброшенный комплекс И заметили там даже площадку для посадки вертолета Идеальное место, если бы мы не забыли позвать на помощь В общем, если бы у нас был вот такая вот фишка То мы могли бы незамедлительно пройти в локацию 10 Без броска кубика времени И без решения карты улицы Если бы нам необходимо было бы это сделать по условиям игры Если же у нас этой фишки нету То мы переходим в другую локацию в соответствии с нормальными правилами То есть пойти на реку было грандиозной глупостью И мы потеряли только время Ну, может быть, не совсем грандиозной глупостью Потому что теперь мы знаем Что если мы где-то найдем такую фишку То нам надо идти на реку Если мы хотим пробраться в заброшенный военный комплекс И я так понимаю, что локация 10 Возможно, этот комплекс этот и есть То есть нам туда наверняка надо будет попасть Мы теперь хотя бы знаем в самом начале Куда нам нужно будет попасть Но времени мы потеряли очень много Думал, что, наверное, сейчас мы пойдем в полицейский участок Потому что у нас амуниции мы много потеряли И здоровья у наших героев нету Там, может быть, будут аптечки Но я подумал, раз уж у нас такой вот своеобразный первый трансфер Что мы идем совершенно не в те места, в которые логично было бы идти в самом начале Я решил сделать еще одну глупость И с реки отправиться в лес Мы плыли по реке Доплыли до военной базы Которую мы не смогли отпереть Потому что у нас не хватает оборудования И мы вот по реке так проплыли вокруг города И пошли через лес обратно в город Мне кажется, все очень логично Только сейчас нам придется добавить две единицы ко времени Которая у нас выпадет на кубиках Потому что река – это красная локация То есть оттуда выбираться долго Бросим кубик Ах, два! То есть у нас раз-два и еще раз-два Остается совсем времени мало Но что делать? Давайте теперь перевернем карту А Лес И почитаем, что у нас там интересного в лесу Помимо мутантских грибов Лес достаточно густой И в нем было несложно заблудиться Но по тропинкам мы вышли до какого-то старого сарая Наверняка раньше этот сарай служил укрытием Для тех, кто любил гулять по лесу Для хайкеров, как их называют Дверь была открыта у этого сарая И мы слышали внутри какой-то шум Также рядом с сараем валялось разлагающее Валяется чье-то разлагающееся тело И По запаху мы определяем, что человек этот умер очень давно А правее Тропа ведет глубже в лес И у нас здесь карта, на которую мы попасть не можем И карта, на которую мы можем попасть Только если у нас есть с собой Дэвид Харрлд При этом здесь написано не то, что мы не можем сюда попасть А обязаны сюда попасть Если у нас есть Дэвид Харрлд вместе с нами Поэтому Фиона Майкл идет туда вместе с Дэвидом На эту карту А Брайан и Джон Полсон исследуют Наверное что-нибудь другое То есть Брайан у нас возможно отправится вот сюда Посмотреть что там на трупе А Джон Полсон у нас За свои косяки отправится в дом Один, откуда доносятся какие-то зловещие звуки Почему бы нет? И начинаем тогда открывать карты По очереди Вот у нас такая здесь красота О! А Полсон-то на курсы, по-моему, на кого-то живого Только ему нужен фонарик И вечно отправляю не того Нам здесь нужен фонарик Внутри этой избушки Все было убрано и чисто И мы там обнаружили молодую девушку Сидящую на ведре И тихо плачущую И мы можем взять предмет номер 8 Также мы можем обыскать эту избушку Если бы мы могли искать Джон Полсон искать не может И здесь 4 щита И если бы мы ее обыскали То мы могли бы взять еще предметы 10 и 11 Вот Но пока что мы только берем предмет номер 8 И смотрим Что это такое Ага Предмет номер 8 Это как раз девушка И она, по-моему, ранена Похоже, эта девушка находится Под воздействием каких-то наркотиков И не отвечает на наши вопросы Может быть, это Марси Но как мы в этом можем убедиться На ее запястье браслет На котором написано Субъект B5237AV42 Будьте осторожны Этот герой заразен На нашей шкале времени Разместите одну фишку На каждом поле Которое кратно 5 Оставшееся На каждом оставшемся поле Кратно 5 Ну, в нашем случае Я так понимаю Это только 5 И когда наша фишка времени Дойдет до отметки в 5 То мы распределим Вот эти вот фишки заражения Между своими героями Когда у нас у героя У какого-то будет две фишки Они умирают И сбрасываются А аптечки им помочь не могут Вот так-то Может быть, это Марси есть Нам надо ее вылечить Я не знаю Но мы ее берем Я так понимаю С собой Ладно, посмотрим Что у нас на следующей карте Ооо Чувак с топором Ха-ха Как раз топорик бы нам пригодился На реке Человек у нас одет В Как это называется В халат Лабораторный Или лабораторский В общем, лабораторный халат И из его груди торчит топор И что-то у него в руке Возьмите предмет 6 и 9 Друзья мои Ну, вот смотрите Вам не кажется, что это одно и то же лицо? Вот я почти уверен, что это Марси Навитые 17 Волосы рыжие Черты лица похожи на вот эту девчушку Мне кажется, мы нашли Марси Ну, по крайней мере Моя железная логика это мне подсказывает Так Ладно, с этим потом Предметы 6 и 9 Сначала предмет 6 Мы берем И это у нас Это у нас топор Отлично Он добавляет нам Собственно, естественно, кубик К бою Ближнему И предмет 9 Ключ Ржавый ключ Отчего он, я пока не знаю Ну и последнее место у нас Ага Наш бандюга Таймстори из подставы очередная Короче, этот заключенный Зашел вот за этот дом И вышел оттуда с дробовиком И мешком с деньгами Наставил этот дробовик на нас И сказал Наше сотрудничество окончено Теперь, когда у меня есть Мои деньги и оружие Отдавайте мне свою амуницию И аптечки Или я застрелю вас И мы можем отдать ему 5 фишек с амуницией И одну аптечку Или что у нас осталось И сбросить Карту с Дэвидом Харалдом И со всем его Снаряжением Либо же мы можем с ним подраться И тогда, если мы его убьем То мы его снаряжение заберем себе Но у нас Снаряжения у Дэвида Харалда Никакого нету Я думаю, что мы ему отдадим Все, что он хочет Чтобы он отвалил Ну, нам в какой-то степени повезло Что мы Дэвида Харалда Приписали Фионе Потому что у нее, собственно Ничего нету Кроме Одной фишки с амуницией Она ему ее отдает И мы его сбрасываем У него при этом Даже обмундирования Никакого нету Все, мы его потеряли Но отделались, скажем так Легким испугом И все На этом Я так понимаю Больше мы особо делать Ничего не можем Потому что мы не можем Обыскать дом А, хотя почему не можем? Мы же можем туда направить Брайана Да, наверное Мы сейчас это и сделаем Чтобы уже понять Завершить с этой локации Мы передвинем Передвинем, да Фишку времени Я подумал, что я с Уиллом сыграл А я им не играл Все хорошо, все правильно И мы, наверное Отправляем Джона Полсона В лес Сюда В оставшуюся локацию А Фиону С Брайаном Мы отправляем Обыскивать дом Вдвоем Чтобы они Побыстрее разобрались Со счетами Там их четыре счета У Фионы Кстати Четыре Фонарика Не знаю Видите ли вы здесь У него четыре фонарика А у Брайана Их два То есть можно было бы Конечно Разобраться Наверное и Фионой Но так будет надежнее И мы сейчас посмотрим Что у нас на этой карте И уже потом будем действовать Ага, здесь говорится, что У нас тропа уходит дальше Вглубь леса И она разделяется на три тропы И мы можем С этой карты Перейти на одну из закрытых карт Но на одну из закрытых карт Мы можем перейти только Через вот эту карту Окей И единственное Здесь не понимаю Здесь приписка Что оказавшись Среди групп Карт Движение Идет согласно Стандартным правилам То есть Я так понимаю Через эту карту Мы можем перейти На любую из них А вот между ними Можем ходить Уже не возвращаясь сюда Хотя в принципе Логичнее конечно Было бы по тропе Возвращаться И идти снова сюда Но я так понимаю Что над нами Здесь сжалится В плане времени И разрешает Уже попав сюда Один раз Ходить между этими Картами спокойно Ну и Полсон У нас Мы передвигаем Фишку времени У нас возвращается В игру Уилл Хенри И вилла Можно вернуть В поле Где есть Хотя бы Один агент И мы вилла Возвращаем К Джону Джон у нас Возвращается К Джону Они возвращаются Они могут Открыть Вот эту вот Карту И посмотреть Что там Уууууууууууу какой-то Толстяк Зомби Мощный При этом надо запомнить будет потом, чтобы на эту карту больше не ходить, потому что там нет никакой награды, даже если мы их победим сейчас. Ну, начнем мы тогда, поскольку мы уже фишку времени передвинули, там мы посмотрели, а здесь мы можем сейчас попробовать обыскать это помещение. Ну что ж, Брайан сначала, или давайте нет, пускай будет сначала Фиона, потому что у нее 4 кубика, кто знает, может быть ей сразу повезет. Фиона попробует обыскать помещение, да, ей повезло не очень хорошо, хоть здесь черепа ничего не означают. И теперь Брайан поищет. Брайан лучше, ФБРовец меня, конечно, радует, но у нас остается здесь, к сожалению, щит. Те ребята атаковать не могут, потому что они только ходили. Хотя у нас появился там Уилл, и он не сделал ни одного хода, но я вот в этом, честно говоря, не уверен, поэтому я лучше передвину фишку. И вот теперь они могут атаковать, а эти могут снова попробовать обыскать помещение. И что я сделаю, я попробую обыскать сейчас помещение Фионой. Снова 4 кубика. Есть. И мы нашли предметы 10 и 11. Предмет номер 10. О, кассета. Хм, окей. И предмет номер 11. Записка какая-то. В целях безопасности коды к бункеру будут меняться каждый месяц. Здесь у нас коды. На следующие 6 месяцев. Апрель, май. Ха-ха. То есть мы на апрель, май знаем коды. Это неплохо. Наверное. Ладно. А здесь говорится, что за поворотом тропы два инфицированных выполняют приказы какого-то существа внушительного и отвратительного. И я так понимаю, что внушительный-то здесь вот этот. Но здесь я вижу трех. То есть здесь два. Кто-то выполняет два приказания. Кого-то из них. Я вот этого момента не очень понимаю. Но, в общем, на нас нападают два существа отвратительных. Ха-ха. Все они отвратительные здесь. Да, я забыл Брайна отправить вот на это место, где у нас развилка. Потому что он поиск-то не осуществлял. У него действие осталось. Но сразу туда к ребятам он пойти на помощь не может. И у нас проблема с тем, что мы Фионе отдали бейсбольную биту, пока с нами не было Уилла. И у Уилла нету ничего, кроме его вот этой вот ракетки, с которой он сделать ничего не может особого. У него есть пистолет, конечно. Но там, я думаю, что с пистолетом нам только шум поднимать. Хотя вариантов других, конечно, не будет. И у него аптечка, которую он дает Джону, поскольку он с ним в одном месте находится. И Джон себе подлечит немного перед боем. Потому что чувствую, что иначе им там будет крышка. Ну что ж, начнем. Три кубика Джон Полсон. Телохранитель. Но это пока что его лучший бросок на сегодняшний день. Три щита он снял. Но здесь щит с сердечком, означающим, что он сразу получает ранение. И пять щитов с черепом. То есть он получает еще одно ранение. Боюсь, что мы здесь погибнем. Может быть, даже туда не стоит отправлять Брайана Уолтерса на эту карту. Может быть, здесь только стоит этим двум ребятам погибнуть. И все. А дальше уже смотреть по ходу. Ну и Брайан выстрелит из пистолета. Вернее, Уилл выстрелит из пистолета. Потратит амуницию. Мы ее положим наверх, на кодекс 1. Там у нас уже четыре. Еще два. Вернее, еще один. И будет у нас проблема. Когда мы будем переходить на другую локацию. И он бросает два кубика. Так, этот у нас не считался. Здесь два попадания у него. Два щита он снимает. Но получает также два ранения. У него три жизни, еще одно ранение и он труп. Ну что ж, еще одна единица времени. И я, наверное, Брайана не отправлю на выручку в Виллу. Там у ребят, хотя, может быть, направить. Я даже не знаю, имеет смысл бороться за их жизнь или нет. У нас так мало времени осталось по-любому. А я еще хочу здесь две карты. Разузнать, что там. Ладно, отправлю. Все-таки тематически он друг Виллу, он не может его бросить. Это же все-таки они позиционируют Time Stories, как и игру с элементом RPG. Надо прямо вот жить этим, можно сказать. Нет, ну я и мне это нравится. Нет, пускай, да, Вилла идет на помощь к... Вернее, Брайан идет на помощь к Виллу. А Фиона у нас перейдет, конечно, вот сюда. Чтобы потом отправиться на какую-нибудь из карт леса. А Джон и Уилл будут продолжать неравный бой. Давай, Джон, ты можешь. Пять! Вот это круто! Вообще, вот это круто, Джон. Ну ты дал, ну ты дал. Молодец. Вот этого я, собственно, ждал с самого начала игры. Ну, Джон, ну полз он. Он просто схватил вот этого жердяя за один из его пузырей. Другой пузырь. Бам, бам, бам. И все. Ну, я уж там не говорю, что вот эта маленькая девчушка уже с переломанными ногами и руками. И сейчас, я надеюсь, ее добьет Уилл. Он стрелять не будет, у него только один кубик ближнего боя. Но он им воспользуется. Нет, не воспользовался. И получается, что у него череп, и здесь один череп, два у него сопротивляемость, два. Он не получает урона. Это очень и очень хорошо. И тогда у нас что? Тогда у нас получается ход этот завершен. Еще тратим время. Фиона у нас пускай идет на F. Эти ребята, к сожалению, отсюда уйти не могут. Им придется сейчас добить. Но если один из них кто-то добьет, то другой сразу или оба могут перейти на поле H. Посмотрим сначала, что здесь обнаружат на поле F Фиона. Углубившись в лес всего лишь на несколько шагов, мы нашли труп женщины. Ее тело изодрано в клочья. И, похоже, смерть была долгой и мучительной. В руках она сжимала фотографию парочки. И нам нужно взять предмет 23. Предмет 23. Здесь у нас фотография каких-то пацанов. И эту картинку мы нашли, картину мы нашли, фотографию мы нашли в руках женщины в лесу. На обратной стороне от руки написано Хелен и Роджер, июнь 1988 года. Какое здесь Хелен и Роджер? Есть же два пацана. Или это Хелен, это мужское имя? Ну, не знаю, может быть. В общем, нашли еще какую-то непонятную фотокарточку с Хеленом и Роджером. Так, здесь у нас Уилл попробует добить эту извивающую с переломанными руками и ногами благодаря Джону девочку зомбевскую. Одним кубиком. Давай, добивай, Уилл. Уилл не получается, но он не теряет здоровье. Тогда следующий у нас будет Брайан Уолтерс. И у него два кубика. А, нет, у него три кубика, потому что у него топор есть. А раз у него топор есть, тогда, знаете что, тогда, наверное, даже не он, а Джон Полсон будет сейчас бить своими тремя кубиками. Да, Джон, ты молодец. Добиваем этот черепушку. Ну, все, готов. Толстяк и его тройка. Хотя мы там каких-то двоих убили, непонятно как там. И у нас теперь Брайан Уолтерс с топором переходит на последнее поле Эйч. А, ящичек с амуницией. В общем, здесь так и говорится, что мы нашли ящик с амуницией. Там две медаптечки и две амуниции Брайан себе сейчас возьмет. Это неплохо. И можно, здесь написано, что можно этот ящик опустошать один раз за трансфер. Но, в принципе, друзья, чтобы вы про меня не говорили, мне кажется, в лес мы зашли таки удачно. Мне кажется, что мы даже Марси нашли. Единственное, что теперь, конечно, если ее находить реально в самом начале трансфера, у нас будет много заражений. Сейчас у нас будет, я так понимаю, только одно заражение. Кого-то одного из героев. И до нуля уже не будет второго, и мы отправимся обратно на базу. Но мы же здесь нашли Марси, мы здесь нашли топор, мы здесь нашли какой-то непонятный ключ. Мы здесь нашли кассету, мы здесь нашли 2 из 6 кодов. И какую-то фотокарточку непонятную, непонятного парня по имени Хелейн. Или Хелен, или не знаю еще как. И Роджера. Датирована в 88-м годом. Ну и нашли амуницию, что тоже неплохо. И теперь мы знаем в следующий раз, что нам нужно будет по-любому избегать карты G. Вот этой схватки с тремя, она абсолютно не нужна. И мы знаем, что сюда нам лучше не приходить с Дэвидом Харрельдом. Либо сюда с ним приходить только если его отдать какому-нибудь персонажу, у которого с собой нет ни амуниции, ни медаптечек. Такое тоже можно сделать. Знаем уже, что сюда нужно за Марси сразу направлять кого-то с фонариком. В общем, все достаточно неплохо, должен сказать. Неплохо мы в лес зашли. Сейчас надо решить, куда идти дальше. У нас с вами осталось еще буквально 6 единиц времени. Этого немного, но может хватить, чтобы какую-то еще одну локацию, может быть, не полностью, но исследовать. Сейчас я опять включаю свою железную, металлургическую, стальную логику и подумаю, какое следующее место будет нашей целью. Я, в общем, думаю, что мне хотелось бы проиграть кассету. Где кассету можно проиграть? Кассету наверняка можно проиграть в полицейском участке. Там наверняка есть какой-нибудь магнитофон. Кассету можно, возможно, проиграть в отеле, потому что в номере отеля, возможно, тоже есть какие-нибудь магнитофоны. Или как минимум на рецепции. И магнитофоны, по идее, должны быть в школе. Вот в этих трех местах могут быть магнитофоны. Мне кажется, что легче всего нам будет найти магнитофон в школе. Куда мы и отправимся. И сразу я вам покажу. У нас, смотрите, там еще на карте кодекса 4 фишки. 5 еще нету, поэтому мы вот эту вот карту с улицей пока не берем. То есть мы еще подняли недостаточно шума, чтобы что-то с нами случилось. Я вот, знаете, единственное, что сейчас думаю, я смотрю на карты с кодами. Может быть, поскольку мы нашли две карточки с кодом, нам нужно оттуда взять два кода. Не знаю. Но пускай они пока там лежат. Пока у нас такой инструкции точно нету. Пускай я уже понял, что в этой игре пока что-то не написано. Сделать мы этого лучше не делаем. Чтобы не нарушить задумку разработчиков. Конечно, еще мы не нашли вот необходимую вот эту фишку, которая нам позволила бы отправиться в локацию 10, которую мы нашли на реке. То есть это заброшенный этот военный комплекс, к которому у нас уже есть два кода из шести. Но мы не нашли эту фишку в лесу. То есть вряд ли она в школе. Конечно, наверное, надо было идти на полицейский участок, чтобы попытаться ее найти. Но я все пытаюсь, наверное, полицейский участок оставить на второй трансфер. То есть я думаю, что мы сначала... Все-таки в школу так школу, короче говоря. Хочу кассету прослушать. А, два. Так, раз, два. И у нас заражение. Ну, кто будет заражен здесь, я так понимаю, особо не важно. Поскольку второго заражения не будет, я надеюсь. Поэтому пускай это будет Брайан Уолтерс, агент ФБР. Взял на себя. Он у нас самый лучший игрок. И поэтому возьмет на себя грехи всех остальных. А у нас здесь школа. И посмотрим карту А сейчас. Но сначала разложим локацию. Ха! Вместо у веселых учеников в школе мы обнаружили такой небольшой фортпостик. Там несколько чуваков с оружием, вооруженных, занимаются там своими разными делами. То есть слева у нас вооруженные люди просматривают весь школьный двор. Чуть дальше их человек занимается сортировкой ящиков с амуницией. Подаль от них сидит человек с удочкой. Я так понимаю, что это и есть рыбак, которого надо было взять на реку. Далее закрытые и давно не открывавшиеся ворота в спортзал. И в конце мы видим человека, который, судя по внешнему виду, похож на лидера этой группировки. Он просто стоит и пристально на нас смотрит. В общем, что я думаю, друзья? Что мы пойдем... Фиона пойдет разговаривать с лидером. Рыбак нам в этом трансфере уже не нужен. Амуниция, я думаю, нам по факту тоже особо не пригодится. Но мы отправим, наверное, Полсона в спортзал. За амуницией мы отправим Уилла, просто чтобы посмотреть, что здесь. И посмотрим, какие нам условия нужны для того, чтобы взять рыбака. Или, я думаю, отправить... Нет, вы знаете, что я отправлю Брайана вместе с Фионой. Все-таки он агент ФБР, она журналист. Пускай они с лидером поговорят. Вот как-то так мы распределим в этот раз наших агентов. И посмотрим, что у нас у Уильяма. Ага, здесь у нас чувачок говорит, что они нашли несколько ящик с амуницией. Это позволяет им держаться в живых. Однако у них очень мало медикаментов. И за две медаптички он бы нам отсыпал парочку гранат. И говорится, что за две аптечки мы можем здесь получить предмет номер 25. Я отправил туда Уиллу, у которого аптечек нет. Аптечки у нас только у Брайана. Джон Полсон. Ай, канистра, которая нам тоже бы пригодилась в лодке. Я сказал, что это, по-моему, спортзал. Но это не спортзал, это целый стадион. И, в общем, у нас здесь стоит на стадионе заброшенная газонокосилка с пустой канистрой. И мы можем, в принципе, как бы перелить, отсосать топливо из газонокосилки в канистру. Но при этом мы можем, отсасывая топливо, немножечко его хлебнуть. Поэтому у нас агент, который здесь потратит единицу времени, чтобы выполнить это действие, он должен бросить 5 кубиков минус 1 за каждое его значение сопротивляемости. И если хотя бы один из этих кубиков будет с черепом, то он потеряет одну жизнь. Но! И после этого мы возьмем предмет 7. Я думаю, что этот предмет 7 это и есть канистра. И я думаю, что я ее сейчас брать не буду, потому что смысла в этой канистре не вижу. Поэтому мы пока ничего не делаем. Смотрим, что у нас там лидер. Лидер какой-то злой. Еще и с замком. Хорошо, что мы отправили туда Брайана. Он нам говорит, что нам здесь не рады. Он говорит, что они ждали спасения уже больше месяца, но за ними так никто и не пришел. Наша четверка не похожа на тех, кто готов их спасти. Поэтому он говорит, убирайтесь отсюда. В общем, мы можем либо потратить 3 единицы времени, чтобы его уболтать, и тогда открыть следующую карту. Либо мы можем ему попробовать и силой с ним договориться, решить вопрос. И я думаю, что если бы у нас сюда пошел Полсон, здесь была бы точно драка. У нас пошла Фиона, она бы, наверное, попробовала бы с ним поговорить. Но у нас здесь и Брайан, который агент ФБР, и который, слышь, чувак, мне некогда. Поэтому нам Марси надо спасать. Она у нас вообще инфицирована. Поэтому он его за грудки и потащил. И мы открываем, поскольку мы его за грудки, мы открываем вот эту последнюю карту. Ху-ху-ху-ху. Что-то он здесь вообще, у него там личико такое феноменальное. В общем, мы схватили за грудки этого чувака. И тут же все охранники вокруг схватились за свои стволы и наставили, в общем, на нас. Атмосфера накалилась до предела. Эй, ребята, давайте не будем стрелять по друг другу. Мы лучше прибережем патроны для инфицированных. Попытался, в общем, всех урезонить лидер. А Брайан продолжал его трясти. И так говори мне, что я хочу знать. И он, в общем, он начал говорить. Сказал нам, что если мы ищем молодую женщину, то все, что он знает, это то, что правительственная исследовательская лаборатория терроризировала их город на протяжении около года. И они искали субъектов определенных, так скажем, характеристик и отправляли в свой секретный бункер. Вот, держи бинокль и посмотри на горы. И мы должны взять предмет номер 18. Я так понимаю, что он нам сейчас как бы говорит, что нам покажет нам вот этот вот военный комплекс, у которого мы были. Хотя военный комплекс и секретная лаборатория, может быть, это разные вещи, а может быть, одно и то же. Итак, предмет 18. Сейчас узнаем. Предмет 18 нам показывает, что у нас там что-то есть за городом. Как я вам показываю? Вот. Что у нас что-то есть за городом. Я думаю, что это и есть как бы военная база, которую мы и так уже нашли, сплавившись по реке. А, нет. Это локация 8. Бункер. У-у-у. Мы можем в этот бункер пойти. А-а-а. Мы заменили эту карту. И знаете, что хорошо, что на ней есть значок агентов. Это значит, что она с нами останется в следующем трансфере. То есть, что нам не придется из этого чувака выбивать информацию. И мы сможем пойти в бункер номер 8. А сейчас мы можем исследовать какую-то другую локацию. То есть, по идее, может быть, все-таки стоило бы сейчас пойти в полицейский участок. Или в отель. Или, может быть, даже в церковь. Но вы знаете, что я хочу пойти в бункер. Бамс. Идем в бункер. Идем в бункер, друзья. Я уже жалею, что мы пришли в бункер. Потому что слишком там много закрытых карт. И фишек, которых у нас нет и в помине. Но мы уже там. Два опять. Раз-два. И у нас остается фактически только два действия возможных. А сейчас мы пока прочитаем, что у нас написано на этой карте. И я так понимаю, что все начнут здесь. Поскольку у нас все равно нет других фишек. В общем, мы пересекли город. И нашли какую-то тропу, ведущую через лес. Углубились по этой тропе. Потихонечку все запахи города остались позади. Запахло свежестью. Подул ветерок. И тропа нас вывела к бункеру. Бункер, который прямо в какой-то скале был сделан. И в него вела армированная дверь. И мы не видели никакой возможности, как ее можно открыть. В общем, я так понимаю, что мы сейчас все начнем на этой карте. И, может быть, на ней и закончим. Все идем сюда. Смотрим. Здесь говорится о том, что у двери, естественно, нет никакой ручки. Но рядом есть терминал с цифрами. И утопленными в скалу. И на каждой кнопке написан код. Сейчас мы можем взять наши карты с кодами. Положить их перед нами. И не затрачивая никакого времени, посмотреть, выбрать одну карту и перевернуть ее. И выполнить инструкции, которые на ней написаны. Мы можем повторить эту процедуру какое угодно количество раз. Ну вот у нас пять... Пять карт с кодами. Я думаю, что мы откроем первую, потому что 98456 это код апрельский, который мы нашли на одной из... На бумажке. То есть мы нашли два кода. И раз уж у нас эта бумажка есть, давайте уж его и откроем. Мы слышим какой-то громкий металлический звук, но ничего не происходит. После долгих минут ожидания так ничего и не произошло. Теряем пять единиц времени. Друзья, какой я тормоз перестройки. Ну, во-первых, мы потеряли пять единиц времени. Раз, два, три, четыре, пять. То есть ушли в минус, но до нуля мы дошли, мы должны вернуться на базу. Но я использовал код апреля. Как мне нравится эта игра. И только после этого я сообразил, что нас же телепортировали в октябре 92-го года. В октябре, лапоть. А это значит, что нам код апреля, код мая, который 696, вот этот вот, и два остальных не подойдут. Нам нужно найти сначала записочку с кодом октября. Ну что ж, наш первый трансфер завершен. И я думаю, что мы его завершили в принципе неплохо. Потому что, потому что, потому что мы, я уверен практически, что мы нашли Марсе. Мы знаем теперь, как нужно открыть бункер. В теории нам только нужно найти записку. Мы знаем, что есть заброшенный комплекс военный. И мы, в принципе, знаем, как до него добраться. Я так предполагаю, что, как минимум, мне еще два трансфера понадобятся. Я не знаю, как это сделать иначе за один. И думаю, что я буду полным лузером опять. А может быть, понадобится и больше трансферов. Но в следующий раз мы, наверное, отправимся все-таки на полицейский участок. В церковь и отель, возможно. Потому что нам нужно найти, нам нужно найти код. И нам нужно найти фишку, чтобы открыть, чтобы открыть военную базу. Но, в принципе, мы уже знаем грабли, на которые наступать не стоит. И я думаю, что должны пойти повеселее в следующий раз. Ну, увидим. В общем, сейчас, я так понимаю, что мы возвращаемся на базу. И должны будем прочитать какую-нибудь карту из тех карт, которые говорят о неудаче. Потому что, в принципе, мы миссию сейчас не выполнили. Хотя, как сказать. Марс это мы нашли. Но вот она у нас инфицирована по-любому. Берем карточку. Миссия проиграна. Time units. Единицы времени. Закончилось время. И смотрим, что нам скажет злой Боб. Ну, естественно, естественно, этот Боб недоволен нами. Так, ребята, я вообще не привык плохо говорить об агентах. Но вы, вы что-то реально здесь не догоняете. Вам придется еще раз вернуться назад. И на этот раз тратьте свое время с умом. Вы же знаете, сколько это нам стоит. Во сколько это нам обходится. Давайте, все, пошли, делаем. И нам говорится здесь, что мы оставляем все предметы с этим значком. Но у нас только один предмет. Это план с бункером. И еще мы можем взять себе вот такой вот значок с желтым квадратом. Все остальное мы восстанавливаем как было. И начинаем новый трансфер. Ну что ж, следующий трансфер в следующей серии. Всем, кто был со мной, большое спасибо. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.